Эти учения все привлеченные службы отрабатывали с максимальной отдачей. Наводнение самое распространенное в нашей области стихийное бедствие. Поэтому сегодня все участники отработки постарались использовать выделенное время с пользой. Проводятся практические мероприятия по отработке взаимодействий, а также реальные действия аварийно-спасательных, а также коммунально-технические службы города действиям по отработке в опасном периоде. В рамках учения мы организовали и провели учение, но заодно реально идет процесс очистки русла реки, а также берегогрепительной работы и чистка трубы, которая протекает река. Для учения не случайно был выбран этот участок Кочкараты. Именно здесь чаще всего река выходит из берегов, подтапливая близлежащие дома. В течение нескольких лет они фигурируют в сводках департамента по ЧАЭС. Вода у нас здесь постоянно поднимается. Как только выпадают осадки, дождь или снег, в наш двор и даже дом заходит вода. И такая ситуация не только у нас, но и у соседей. Как правило, с сотрудниками ЧАЭС в ликвидации подтоплений принимают участие специалисты компании ЛТД Турмыс. Вот и в этот раз они оттачивали свои действия наряду со спасателями, обеспечив учение необходимой техникой. Этот участок реки нам давно знаком. Мы уже не раз здесь ликвидировали подтопление. И сегодня действия в случае чрезвычайной ситуации отрабатывают 50 сотрудников нашей компании. 9 единиц техники, автоцистерны для откачки воды, 4 самосвала с песком, экскаватор и другие машины. Главная наша задача подготовиться к весенним паводкам. Здесь же свою выручку продемонстрировали водные спасатели. Во время паводков им также приходится оказывать помощь людям, оказавшимся в критической ситуации. Учения получили высокую оценку руководителей городского управления по ЧАЭС. Они стали для всех служб хорошей тренировкой в преддверии весенних паводков. Даня Архудайбергенов, Николай Иванов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар». Субтитры создавал DimaTorzok